Вы готовы? Уже буквально через 10 секунд у нас появится золотое яйцо арканы! Ну что же, всем привет, дорогие друзья, с вами Лоу Ложка, и добро пожаловать в искажение миров! И в предыдущей серии мы собирались сделать аркановое яйцо, и представляете, на этот раз ресурсы все накоплены. Потому что совсем недавно у нас был субботний стрим, и мы накопили все аркановые кристаллы. Но у некоторых по-любому возник вопрос, Рома, а что там с переездом, как с отелем? Та-та-та-там, та-там, вот он, его наконец-то построили! Здесь я могу поставить верстаки, сундуки, печки, опа! Это уже поставлено, спасибо норманам! И сюда можно переехать! Мы обязательно это сделаем, но прежде всего нужно переплавить все аркановые кристаллы, и наконец-то получить пыль! Боже мой, у меня заполнен инвентарь, куда это все положить? А, да-да-да, еще кое-что! У нас на субботнем стриме получилось то, что меня пытается ударить овечка. Чего? Эй, и у нее это получается! Ты что делаешь, дурында? В общем, на субботнем стриме у нас появилась опыта-дробилка. Но опыта не так уж и много, потому что спавнятся всего лишь свинки. Здесь у нас есть копья, это золотом. Они спавнят и вещи, и опыт. И как только свинья появляется, ее начинает нести потоком воды. Вот допустим, я сейчас ничего не нажимаю, меня несет будто свинью. Ой, я куда-то плыву, что делать? И, бабам! Я уже наношу себе урон. В общем-то, это реально прикольная опыта-дробилка, но никуда не складируется сам экспириенс. Потому что нету вот этого, вакуумного опыта. Скрафтили на субботнем стриме, и он тянет ближайшие шары экспи и толкает их в соседние резервуары. Я бы, конечно, его поставил, он бы начал работать, но тянуть-то некуда. То есть, мне реально нужен какой-то резервуар. А мы что? Да не что, уже решена проблема, нашли обелиск опыта. Здесь написано. Может отдавать жидкий опыт, присоединенный резервуаром. Вот это я понимаю, то, что надо. Но самое главное, здесь надо сделать себе вот это. Слиток энергетического сплава. Это светокаменная пыль, редстоун и золото. Также у нас появился простой завод сплавов, и именно туда это все складируется. На данный момент уже прогресс 55%, и один слиток реально делается так долго. А еще генератор, у тебя есть доски? Ой, что-то кончаются, надо побольше положить. По сути, все готово. Я так думал, но смотрите, здесь нужен корпус механизма душ. И я посмотрел, как он делается. Натуральное порошковое покрытие. Это жесть какая-то. Органическая коричневая краска, которая делается из слизи и веточек. Че? Ладно, дружище, раз уж тебе нужны веточки, то будут веточки. Берем ножницы и телепортируемся в самую ближайшую пустыню. Например, к, не знаю, индусам. И вот, тут по-любому они будут спавниться. Я уже вижу. Один мертвый куст дает три ветки. Там надо 12. Но я добуду как можно больше. И 10, и 15, и даже 20. О, кролики, привет. А мне тут персика надо покормить. Вы не против? Так, иди сюда, стой. Отлично. И падает даже не одна тушка, а целых три. Вот персик обрадуется. Так, ладно, не задерживаемся. Ночь уже в самом разгаре. Надо валить домой и быстренько поспать. Вторая деревня, ты где? Вот она. Обалдеть, у тебя всего лишь 6 сытостей. Чувак, я вовремя принес тебе еды. На, на, на. О, 120. А теперь спокойной ночи. Ом, ням, ням, ням. Доброе утро всем. Привет, собака. Так, ты, я смотрю, еще не проголодалась. С тобой торговать я не хочу. И пойдем, наконец-то, посмотрим, можем ли мы передробить мертвые кусты. Да, я уже сделал простой дробитель. И, по идее, просто засовываем. Ну-ка. Ого, прогресс-то достаточно быстрый. Три? Нет, всего лишь две, серьезно. А там же почему-то было написано то, что по три дается. Давайте еще раз проверим. Во, видите? А, это, походу, в нормальном дробителе. А у меня-то простой. Иногда вообще по одной штуке дают. Алло, вы какие-то жлобы. Можно побольше. Все, получили 12 и остается найти слизь. Новое достижение полезно в смерти. На правую кнопку мыши никак не используется. А я уж подумал то, что реально полезно в смерти. И теперь надо найти слизь. Слизь, пожалуйста. А, черт подери, походу, я ее так просто не найду. Телепортируемся в ближайшее болото. И попробуем найти здесь слаймов. Опа, мини-бо... Босс? Нифига себе! Босяра третьего уровня, посмотрите! Подождите, че ж вы такие быстрые? А еще они иногда меня замедляют и бьют с расстояния. Я почти умер. Тихо. Одного босса убили. Там, кстати, мой амулет алхимика валяется. Я заметил то, что он упал. Не волнуйтесь. И конечно же я умру. Да ё-моё! Пожалуйста, ты главное не исчезай. Мне нужно туда телепортироваться. Вот она смерть. Все, я нашел точку. И конечно же он пропал. Всегда так. Ни один мини-босс третьего уровня не остается. Зато мне наконец-то выпала чародейская книга на починку. Я могу либо меч, либо броню зачаровать. Круто! Но я все еще ищу слаймов. Пожалуйста, ну появитесь. Вау, а это ещё что за строение? Подождите, я первый раз такое встречаю. Атакуют лоу-ложку? Что, норманы? Норманы, которые атакуют меня? Вы чего, я ваш лидер? Не нравится мне всё это, они реально хотят меня убить. Норманы, вы чего? Я же ваш лидер, я прошёл алхимика, я построил Нотр-Дам, вы не слышали? Огромный такой Нотр-Дам. Эх, ладно, до свидания. Все сундуки в этой деревне теперь открыты. А здесь, наверное, подбирать мне нечего. Мечи всякие, по ноже. Почему вы на меня напали, я до сих пор не понимаю. Никаких сундуков, самое главное. А, вот они. Ничего, тоже ничего. Жезл разрушения я использовать не буду. Если я его использую, то вся эта деревня полностью разрушится. А мне это разве надо? Конечно нет. Пусть живут себе припеваючи. Я не хочу их трогать, я вообще не хотел их убивать. Они сами на меня напали, ну вы это видели. Ребят, ваши сюжетные догадки в комментариях. Почему они напали? На самом деле, будет интересно почитать от каждого свое мнение. А мы продолжаем искать слизь. Если что, то я реально читаю комментарии под каждой записью. И вот, тет самое, мы нашли слизь, молодцы. Давайте убьем их всех. И ой, как же много падает. Тут даже редстоун появляется. Прежде чем вернуться домой, я хочу вам вот что показать. Найдена какая-то непонятная то ли крепость, то ли данж. Короче, каменные кирпичи. И попробуем прокопать. Посмотрим, что там внутри. Ага, ничего, круто. А, или подождите. Это данж. Неужели это тот один из самых редких данжей? О, смотрите, у него спавнер на голове. Может выпасть. Но падает обычная голова зомби. Блин, это фигня. Но подобрать все равно надо. О, еще одна голова. Неплохо. И давайте порыскаем в сундуки. Че у нас тут валяется? Конденсатор удержания. Темные ботинки. Нифига себе. А, инвентарь один? Интересно, что дает это зачарование? Чисто по приколу надену, проверю. Инвентарь вроде бы никаким образом не усилился. С предметами ничего не происходит. И я все еще не понимаю. А, здесь написано. А, написано, что нужно зайти в управление и найти вот эту кнопку. Open Armor Inventary. На данный момент она у меня на кнопку I. Давайте попробуем. И у нас реально открывается другой инвентарь. Это тупо броня. Чем больше у нас есть такой защиты, типа нагрудник, поножи, ботинки и так далее, тем больше открывается слотов. Это реально обалденная бронь. Посмотрим, что хранится в других сундуках. О, та самая темная сталь. То есть мы можем реально сделать еще такую броню. А почему бы собственной и нет? Давайте возьмем. Здесь у нас валяется седло. О, да. Еще и хардпис. Надо это все забирать. Стальная кирка не понадобится. Это тоже все не понадобится. Короче, идем дальше. Последний сундук остается. И в нем по-любому будет что-то интересное. Чего? Небесный Цент? Поместите этот улучшенный взрывной изумительный конденсатор в различные механизмы, чтобы узнать, что он делает. Или спроси у тети Гугл. Так, тетя Гугл. Слушаю. А расскажи мне, что делает Небесный Цент. Я не знаю, отстань от меня. Эх, даже роботы обленились. Ну, что поделать? 21 век. О, это что такое? Безымянная вещь. Теперь ваш потрясающий, атомный, невероятный конденсатор можно бесплатно обновить до конденсатора 1. Нажмите ОК или Отмена, чтобы сделать это. Я не особо понимаю, это троллинг в описании или реально можно что-то сделать. На правую кнопку мыши ничего не происходит. Ааа, так тут на Shift надо нажать. Во! Увеличивает хранилище энергии и скорость радиус механизмов. Понял, принял, спасибо. Бесполезно. Хотя, чисто по приколу, можно положить вот в эти ботинки и не париться. Даже если потеряю, то не особо буду горевать. А теперь, что делать с спавнерами? Я даже не особо знаю. Наверное, поломаю, потому что вряд ли я к ним когда-то вернусь. До свидания. Сколько мне опыта до... Что, 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 что? Сломанные спавнеры падают? Какого фига? Наверняка их можно починить. Посмотрим. И тут нужно флакон для души. О, боже, а как вы-то крафтитесь? О, слиток Салуария у меня уже есть. Расплавленный кварц. Вот это пока что не особо понятно. Но, скорее всего, делается просто из кварца, да? Э, чё? А как делается-то? А, реально, из четырёх кварца получается одно такое стёклышко. А почему бы и нет? Потом схожу в ад, добуду. Но теперь мы возвращаемся к драконьевому яйцу. Ой, подождите, к какому яйцу? Я хотел сказать, простой механизм души. Нам надо до сих пор его доделать. Мы соединяем его, по идее, в заводе сплавов. Вот это выкидываем. До свидания. И ждём. Ну, короче, прогресс начался. Возвращаемся к яйцу. О, чёрт! Здесь топливо закончилось, поэтому не доделалось. Вот сейчас совсем другое дело. 61 пыль. Нам нужно 60, если верить моим почётам. И теперь нам также нужно накопить что? Давайте посмотрим. Костная мука, слеза гаста и кристалл призмарина. По идее, всего нужно 12 слёз. Ё-моё. Можно, по идее, добывать из Незер кварцевой руды по одной штуке. И это делается на крашере. Но, я уже посмотрел. В принципе, все ресурсы у меня тут есть. Даже стекло, даже поршень, даже архантин. Но надо где-то найти бронзу. Но, может быть, даже она у меня есть. Давайте посмотрим. Да, реально, я когда-то создавал бронзу. Значит, сделаю ещё раз. Олово и медь. И разве это проблема? Вот ты для меня сейчас большая головная проблема. До свидания. А хотя, знаете, я решил пойти по простому пути. Убью гастов, получу эти грёбаные слёзы и ничего не буду крафтить. Ну, серьёзно, так будет намного проще. Я... Я подобрал? Да, вот выпала одна штука с мечом на добычу 3. Вот это невезение. На всякий случай решил проверить бэкпак. И тут, оказывается, 6 штук уже валяется. Несколько десятков серий. Вот это я понимаю. Остаётся добыть ещё 5. Не буду никого задерживать. Вот я в обычном мире. Все ресурсы собраны. Мы эти кристаллы призмарина ещё добыли серии 5 назад. И вот они пригодятся. Наконец-то. 48 миндобитур даст. Получается, ещё нужно... Сейчас посчитаю. 48 умножить на 4. Это... 192. Окей, мне нужно 192 древесного угля. И ещё примерно 48 аркановых кристальных дастов. Это у меня тоже есть. А ещё 24 слитка золота. Пожалуйста, хоть бы было. О, чёрт! Я вижу 8, которые можно умножить на 2 с помощью этой печи. Идите сюда. Ой, только не говорите то, что не будет мру энергии. Система заработала. И у нас в скором времени будет 16 слитков. Но там-то надо 24. Получается, в любом случае пойдём копать. Правда, перед этим хочу карьер полностью очистить. Смотрите, какая здесь жопа. Вот было бы круто, если бы существовала какая-то кнопка, которая всё сразу выкидывала. А то вот так по одному стаку это долго. О, кстати! Прежде чем я пойду добывать золото, хочу проверить. Вы дворец-то построили? Чего? Прошло же серии 3-4. Вы только основание создали. Не, я хочу поговорить сейчас с Николем. Ну или просто посмотреть, что вы там делаете. И прогресс уже 92%. Э, вот то, что я видел, это 92%. Ресурсы, я так посмотрю, у них в достатке. Всё есть. Но почему сделали только одну маленькую поверхность? Это же бред какой-то. Не, он тут, кстати, всё ещё продолжает её делать, самое главное. Эх, ладно. Погнали в шахту за золотом. Опа-на! Аркановые кристаллы. Вас-то я, пожалуй, тоже подобываю. Ого, там лава. И обалдеть! Какая же большая шахта! Железо, наверное, пока что не буду копать. Может быть, золото попадётся. Алё, ребята! Э, ну чё таку... Так, так... Ну, в принципе... Знаете, можно даже пока что повременить с золотом. Алмазы это тоже неплохо. У-у-у, 22. Обалдеть! О, Мимик, здорово! Чё, давай подерёмся. Что?! Ещё алмазы?! Серьёзно? Прямо вот так вот рядом друг с другом? Обалдеть, мне никогда так не везло. Я в шоке! В первые две минуты спустился за золотом. Получил 27 даймондов. И ни одного золота. Чё за бред? Алё, золото! Ну, может, ты попадёшься всё-таки? Приличия ради. Обалдеть! Вы посмотрите, что я нашёл впервые за 55 серий. Красная орхидея! Это то, что мы можем посадить на редстоун. И будет расти редстоун, как-таки не странно. Лапис лазурит. Ещё даймонды. Пипец! Я обожаю этот выход в шахту. И, наконец-то, мне попадается золото. Кстати, майнер. Чё, продаёшь? Уголь. Уголь фигня. Вот бывают же такие моменты, когда ты играешь в Майнкрафт, и минут 20 подряд не можешь ничего найти. Вот просто ничего не попадается. А тут, бам, первые 5 минут и погнали. Так, подожди, а ты чё, за мной ходишь? Что? Он реально ходит за мной. Он хочет, чтобы его спасли. Посмотрите, он действительно прям ходит за мной. И не попадает в лаву. Вот это умнейший житель. Слушай, ну я не смогу тебя спасти, потому что я телепортируюсь постоянно. Или всё-таки попытаться. Придётся копать долго. Ты готов? Ах, конечно готов. Тррррррррррррррррр. Посмотрите, этот житель всё ещё идёт за мной. Я уже на 53-й высоте. Ё-моё, а что будет, когда я его спасу? Вот он, глочок свободы. Житель, иди, давай, пари, уходи. Ну, ну пожалуйста, делай хоть что-нибудь. Зачем ты за мной ходишь? Блин, тут ещё и зомби всякие разные спавнятся. Инуиты, привет. Подселите, пожалуйста, вот этого жителя к себе. Житель, ты, по-моему, очень тупой, правда. Я дебилой. Совсем случайно я ударил Инуита. Я не хотел этого делать. Инуит теперь меня бьёт, да? Ну, конечно. Я не хотел этого делать, ребят. Пожалуйста, не надо. Жителя я оставляю на вашей совести. А так, побежал дальше. Накопили нужное количество золота. И накопили нужное количество угля. Остаётся только это всё соединить. Надеюсь, то, что получится. И ура! 24 аркановых золотых слитка. Которые теперь нужно соединить с чешуёй. Которая, кстати, где? Эй, чешуя. Надеюсь, я её в этот сундук положил, да? Эээ, вот она, всё нормально. Фух, я уж реально испугался. И теперь нам надо забрать яйцо дракона. Блин, вот тут начинаются проблемы, потому что, когда я заберу это яйцо, я не смогу летать ночью. Ну и ладно. Главное то, что у меня появится аркановое яйцо. Вот это я пока что выброшу. Древесный уголь тоже не понадобится. И обратно ставим драгон эгмил, только уже без яйца. Вы готовы? Уже буквально через 10 секунд у нас появится золотое яйцо арканы. Первым делом чешуя, а потом просто соединяем. Обалдеть! Я сам в это не верю! У меня получилось! А! Никакой ачивки, серьёзно! Ну и плевать. Мне бы, конечно, мир сохранить, потому что я собираюсь нажимать около деревни. И мало ли что-то треснет, мало ли что-то взорвётся. Я правда не знаю, я ничего не проверял, чтобы себе не спойлерить. Короче, сейчас охранюсь, подождите. Раз, два, три. Пип! Внимание, внимание! Всем нормандцам! Спрячьтесь по своим домам, потому что прямо сейчас произойдёт нечто! Наверное, я не знаю. Короче, раз, два, три! Раз, два, три! Ох, ё-моё! Аркановое золотое яйцо! Оно реально стоит. Но оно ничего не делает. Может быть, на него надо ещё раз нажать? Не, ничего не происходит. А может быть, кто-то должен вылупиться? Ломается оно просто левой кнопкой мыши и так же выпадает. Ммм, непонятно. Я надеюсь, что это не украшение, потому что, если я так много времени потратил на грёбаную декорацию, то это тупо. А, да, и кстати, пора бы, наверное, уже добывать опыт. И тут сразу появляются четыре уровня. Да ладно! Умирает свинья. Я сказал, умирает свинья. Побыстрее можно. И проверяем, сколько опыта сюда дастся. Во, постепенно, но всё-таки появляется... Господи, Персик, ну что ты делаешь? Ты иди сюда! Персик, давай-давай-давай-давай! Телепортируйся ко мне или просто иди, потому что на этом мы будем постепенно заканчивать. Надеюсь, что из яйца всё вылупится. Надеюсь, что наша опыта-дробилка будет работать хорошо. И надеюсь, что мы всё-таки переедем в отель. И если вы здесь впервые, то вы можете подписаться на канал, позвать друзей. Да, кстати, поставить лайк. Ага. А с вами Блоу Ложка и всё перечисленное ранее. Всем удачи, всем пока! Пока-пока-пока-пока-пока!